Добрый вечер, коллеги. У нас послематчевая миг-зона, так называемая, с футболистом московского «Спартака» Алексом Кралом. Давайте сразу же переходить к вашим вопросам. Максим Назар, «Спорт-24». Алекс, у вас есть объяснение, почему команда так играет и почему сейчас нет результатов? Спасибо. Это сложно сказать прямо после матча, потому что сейчас мы не в хорошем состоянии, но я думаю, что мы были хорошо подготовлены для матча, в первой половине матча контролировали матча, но единственная шанс для них, как их выиграли, были фрикик или контратакты. И я думаю, что они имеют три шансы и они получили три гола, поэтому я думаю, что это не возможно для нас, потому что два раза мы победили и два раза мы получили гол, и я думаю, что это самый крупный проблем. Так что я не знаю, что ты сказал. Не знаю, что там говоря, что сказать. Настроение паршивое. Сейчас прям сразу же после игры сложно анализировать. Могу сказать, что к этому матчу мы совершенно точно были хорошо готовы, но, к сожалению, у соперника было три момента, они забили три гола. Для нас так играть непозволительно, невозможно. К сожалению, так происходит уже не первый раз, поэтому повторюсь, не знаю, что сказать. Сейчас очень паршиво на душе. Коллеги, следующий вопрос. Алекс, у вас есть объяснение, почему Спартаку, может быть, на выезде играть проще, чем дома? Польша очков набирает команда на выезде. Я не думаю, что это не об этом, не об этом, не об этом, но в доме мы должны быть более сильнее, чем мы. И я надеюсь, что сегодня это не об XGIN. Это не было обучения, менеджмента, треугольника, это было обучения игроков, потому что мы два раза победили, два раза победили, три раза победили, и все нужно начать обучение о своих перформансах. Я думаю, что сегодня это было только о нас, как игроков. Мы должны быть более готовыми, более решительными, но сегодняшний матч, я думаю, что вообще не про тактику, сегодняшний матч не про тренеров, не про сотрудников клуба, этот результат только про игроков. Мы дважды сегодня ввели в счете, дважды мы получали ответные голы, в итоге пропустили третий и проиграли. Мы в первую очередь должны спросить себя с игроков. Алекс, объясните, пожалуйста, игру команды при угловых соперникам. Мы смотрели с трибуны, и все игроки стояли в линию, то есть не играли персонально против игроков тамбова, атакующих. Так получилось, что, по-моему, у вас как раз перепрыгнул игрок, который забивал. Почему так происходит? Вы что-то не поняли, что хотел тренер донести? Я думаю, что это не корнеры, но тренер донести, но тренер донести. Это было против тебя, который забрал голы. Что случилось в этом моменте? Сегодня мы тренер донестили как манмаркин, а тренер донестили в зоне, как второй донести. Мы не были игроков, мы остались в зоне, поэтому, да, мы должны защитить спейс. И, конечно, это был мой спейс. Я делал один степок назад, и тогда я не прыгнул так высоко, как противник. Я не знал о нем, потому что он был в моем спейсе. Но это был мой спейс. Ну, если говорить про установку, то при угловых мы сегодня должны были действовать персонально. Но в случае со вторым пропущенным голом, который вы, наверное, имеете в виду, это был штрафной. А при штрафных мы играли в зонную оборону. Каждый должен был защищать свою зону. И, да, гол пришел из моей зоны, из моей позиции. Я проиграл при движении, при подаче, проиграл шаг сопернику. Из-за этого потерял преимущество по позиции и проиграл верховую борьбу. Поэтому здесь полностью моя вина. Поражение в дерби в прошлом туре многие связывали, в том числе, и с вашим отсутствием. Поскольку вы не могли играть из-за дисквалификации. Но сегодня вы вернулись в состав и выглядели неплохо в целом. Но результат оказался тот же, отрицательный. Вам самому, во-первых, насколько сложно выбиваться из ритма? Или, может быть, в нынешнем графике даже полезно иногда пропустить игру? А вторая сторона вопроса – это, ну, насколько влияет... вот эта постоянная ротация в средней линии на качество игры? То есть, когда игроки выпадают, и складывается впечатление, что это не лучшим образом сказывается на, в частности, созидательной игре «Спартака». Да, я потерялся один игрок, да, с «ССК», но это было в средней линии недели, так что обычно у меня есть один игрок в недели, как обычно в сезоне, и так что не было, что я отрицательный. Я думаю, что сегодня... У меня есть много оборудований, а также какие-то пассы, потому что мы играем против противополистов, поэтому мы контролируем игрок, играем простой пасс, и мы хотим скрываться к боксу и скрывать гол. И, да, я думаю, что это... Я потерялся один вопрос, но важный вопрос от фрикика, и тогда мы получили гол на 2-2. Но я думаю, что это не то, что я отрицательный ритм, как я говорил, что я играю один игрок в неделю. Один игрок я потерялся, но это был на неделю или на неделю, так что это нормальная сезон. Так вот. Да, я пропустил один матч, пропустил матч в «ССК», но это была игра «Медвыка». Обычно, если говорить про обычный календарь, не как сейчас во время пандемии, то это и предполагает игру один раз в неделю. Поэтому не стоит здесь говорить о том, что это каким-то образом повлияло на мой тонус игровой. Я не вижу здесь проблемы. Если говорить про сегодняшний матч, то мы контролировали игру, мы должны были контролировать игру в плане владения мячом. Много простых передач, которые не... Ну, такие гарантированные передачи. Много пассов. Кроссов, которые мы должны были делать для того, чтобы забивать мячи. Естественно, были шансы на контратаке со стороны соперника. И, собственно, то, что мы пропустили второй гол, я проиграл единоборство один в один. Мы уже разбирали эту ситуацию в прошлом вопросе. И, повторюсь, это моя ошибка. Это не вопрос игрового тонуса. Причина этой ошибки. Просто я ошибся. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу про ротацию, не думаю, что это каким-то образом повлияло на сегодняшний результат. Алекс, вопрос такой комплексный. Насколько вам вообще комфортно играть в своей позиции, так вообще, как команда играет? То есть, Спартак, объясню, Спартак не имеет плана Б зачастую. Мы видим, что и против Локомотива, и против ЦСКА, и против Тамбова это в основном забросы. Очень много забросов от центральных защитников. Мяч летает через вашу голову. Либо это проход на фланг, подача, опять-таки, на Соболева. То есть, у Спартака нет вариативности. Спартак очень мало играет через центр. Насколько вам комфортно? И вы довольны вообще своей ролью, которую вам тренер выделяет? Спасибо. Да, я играю номер 6. Позиций номер 6. Я устанавливаю на эту позицию. Потому что я играл раньше. Даже я могу играть на позицию 8. Но моя работа здесь на позиции 6. Чтобы избежать противоречения. И сегодня они не имеют противоречения. Даже, я думаю, один или два из корнера. Это что-то еще. Но я чувствую себя хорошо в этой позиции. Конечно, это сложно играть против дипа оппонента. Они просто ждут за последовательность. для наших фоллов. И это было на нас сегодня. На контроле игры. Но я чувствую себя хорошо в этой позиции. Коучин хочет играть на меня. И я чувствую себя хорошо в этой позиции. И я чувствую себя хорошо в этой позиции. Я играю в Спартаке на позиции опорника. На позиции 6 номера. И я достаточно хорошо знаком с этой позиции. Потому что выступал на ней и раньше. Да, бывало раньше и бывает в сборной. В частности, я играю 8 номера выше. Но при этом восьмерка в моем исполнении, она обязывает все равно к большому количеству и оборонительных действий. От меня этого ждут. Я нормально чувствую себя на позиции опорного полузащитника. Сегодня, в принципе, повторюсь еще раз, не так много было атакующих действий со стороны соперника. Не то, чтобы они нам очень много доставили хлопот по ходу матча. Если не брать только отдельные эпизоды, в которых были забиты голы. Да, против обороняющихся, глубоко обороняющихся команд играть очень сложно. Потому что они сидят глубоко и ждут контратаки. Но это то, с чем мы имеем дело и с чем мы должны иметь дело в таких матчах. То, что тренер меня ставит в опорную зону, меня полностью удовлетворяет. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Тренер дает мне возможность играть. И я этому рад. Коллеги, будут ли еще вопросы? Если не будет, тогда всем спасибо. Хорошего вечера. Мы пойдем еще раз поблагодарю наших IT-техников, которые обеспечили эту трансляцию для вас. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.